МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Марина Слесарева. Вы смотрите выпуск новостей на канале ПОП. Сегодня в выпуске только цифра. С Нового года часть россиян останется без телевидения. Спрячьте мобильники. Раскрыта опасность смартфонов на борту самолета. И паспорт больше не нужен. Биометрический тоннель протестировали в аэропорту. А теперь подробнее. Государство продлило переход России на цифровое телевидение до середины января 2019 года, заявил замминистра цифрового развития Алексей Волин. Чиновник отметил, что для принятия цифрового сигнала гражданам необходимо приобрести цифровые приставки или новые телевизионные приемники. Не успевшим установить устройство до отключения аналогового сигнала ТВ будет недоступно. По данным Волина, аналоговым телевидением продолжают пользоваться около 10% населения страны. В 2018 году завершается федеральная целевая программа развития телерадиовещания, которая призвана перевести индустрию на цифровые рельсы. Эксперты индустрии путешествий предупредили пассажиров об опасности, с которой они могут столкнуться, если уронят телефон за кресло на борту самолета. Когда смартфон падает за кресло, он может сломаться, если сидение будет двигаться. В таком случае это закончится повреждением литиевой батареи, что в результате приведет к возгоранию. Теперь всех путешественников предупреждают о том, чтобы они немедленно сообщали бортпроводнику, если уронили телефон под сидение. Это связано с последним случаем, когда смартфон пассажира летевшего авиакомпании «Квантос» упал под кресло и загорелся. В результате пилоту пришлось развернуть самолет и экстренно посадить его в Сиднее, чтобы потушить пожар. Теперь людям, часто прилетающим в Арабские Эмираты, можно не бояться забыть паспорт. В аэропорту работает тоннель с функцией биометрического распознавания лиц. Пассажиры теперь могут с легкостью пройти на рейс, минуя паспортный контроль. Новинка пока работает в тестовом режиме, и людям, которые впервые прилетели в Объединенные Арабские Эмираты, все же придется предъявить документы, чтобы зарегистрировать свои данные. Что модно носить этой осенью? В последние годы популярность приобрело понятие «тотал лук» – полный образ, который означает использование вещей с одинаковым принтом в одном наряде. Основная проблема этого модного приема заключается в том, что при неумелом соблюдении некоторых правил. Носящий его рискует выглядеть комично. «Тотал лук» под питона, несомненно, привлечет к вам внимание общественности, но все-таки пожалейте окружающих. Чтобы сохранить душевное равновесие прохожих на улице и коллег по работе, можно начать с обуви под питона. Современные технологии изготовления одежды в состоянии обеспечивать модников всем необходимым. Вы смотрели новости на канале ПОП. С вами была Марина Слесарева. До свидания.